Добрый день, друзья! Сегодня будет паштет. Но паштет не из какой-либо печенки, а именно из печени индейки. Начнем с того, что мясо индейки очень гипоаллергенно, и его используют для прикорма детей. И нужно учесть, что печень все-таки содержит такое количество железа, которое не содержит вообще, можно сказать, ничего живого, как вот печень. Причем печень индейки очень нежная, и паштет из нее получается великолепный. Ничьи-то говяжьему. На огонь ставлю сковороду, отправляю сюда. Дуся, да перестань пилать. Дуся, все, тихо. Дуся всегда так относится, если в гости, кто приходит, она сразу как бы показывает, что она тут хозяйка в доме. Значит, где-то 60 граммов сливочного масла. 100 граммов репчатого лука. Я его нарезал перьями. Тут, в общем, вообще не важно, как мы режем, нам главная сама субстанция. 100 граммов морковки. Помните, от рецепта... Помните, от рецепта про нарезку осталось? Вот, все, ничего выбрасывать нельзя. Все должно идти в дело. Стебель сельдерея. Граммов 60. Зубчик чеснока. А в нем еще один зубчик чеснока. Знаете, как в сказке, в русской. А в нем утка. В утке яйцо. В яйце игла. На конце иглы Кащеева смерть. Огонь сильный. Помешиваем. Овощи должны полностью приготовиться, стать мягкими. Ну, что-то может приготовиться чуть быстрее. Вон там мелкая соломка. Моркови. Какие-то толстые куски, может быть, приготовятся чуть дольше. Но это, по сути, не так важно. Листок лаврушки пополам поломали. Пусть ароматизирует. Но не драматизирует. Ну, и как только овощи подготовились до какого-то мягкого состояния, обжарились достаточно хорошо, можно сюда отправлять печень. Печень я порезал вот такими небольшими кусочками. Видите? Потому что у индейки печень гораздо крупнее, чем у какой-либо другой птицы. У меня здесь полкило печени. Все это нужно порезать по небольшими кусочками. Она быстрее прожаривалась. Все, выкидываю на овощи. Две минуты не мешаю. Сразу же солим. Ну, как сразу же, у нас уже какое-то время жарится и овощи. И, в общем, печень. Печень еще не жарится, она всего лишь лежит на овощах. Посолили. Теперь нужно это все перемешать. Во! Теперь печень должна соприкоснуться с дном сковороды. Обязательно черный перец. В моем случае это микс. Я люблю микс. Крышечку вот намолол. Оп! Перец не жалеете. Активно добавляют мускатный орех. У меня под рукой мускатного ореха нету, поэтому я не буду добавлять сюда. Перемешиваем, чтобы у нас паштет стал вкуснее. Что мы делаем? Правильно. Слегка подпаливаем, даем аромат. Видите, лучок карамелизуется, печеночка карамелизуется. Даже лавровый лист слегка задымил, дает нам такой лесной аромат, потому что все-таки печень такая штука, очень своеобразная. Некоторые люди вообще печень не любят, но я вас уверяю, это очень классный продукт, не нужно его бояться. Готовьте просто с удовольствием и все. Так, все, тут сколько прошло, наверное, 2-3 минуты. Печень готова, не надо ее пересушивать. Пережарите печень, кирды к вашему паштету. Теперь красное вино. Я добавил сюда примерно где-то 150 миллилитров, ну, может быть, 170 максимум. Большинство поваров и людей, кто готовит, добавляют белое вино или коньяк для ароматизации. Я же, например, в один из прекрасных дней своей жизни задумался о том, как же сделать печеночный паштет таким, чтобы он был гораздо интереснее, чем у всех остальных. Я подумал, раз всегда льют туда, как правило, белое вино, и потом взбивают все это вместе со сливками и со всем прочим. Паштет получается такой, знаете, такого цвета, как, ну, какого коричневого. Ну, я не буду это слово называть, но коричневого цвета получается. Так вот, если заменить вино белое на красное, красное вино дает паштету терпкость, потому что белое, на мой взгляд, просто кислое, а красное, оно еще и терпкое с танинными нотами. Сливки я сюда добавлять не буду, чтобы не выбелять, но перед взбиванием добавлю большое количество сливочного масла. Значит, пора выкидывать лаврушку. Обязательно нужно добавить сюда тимьян. У меня сухарик лежит на окне, знаете, как удобно. Так, напотрошил себе листочков. Раз, сюда. Очень удобно. Да, тимьян дает определенную ароматику. Я еще предпочитаю сюда добавить розмарин. Малюсенькую веточку. Пока она молоденькая, видите, ее можно вот так порвать и добавить в паштет. Все, прошло буквально 4-5 минут, я ее выключаю. И как только у нас печень закончила тушиться, у меня есть такой стаканчик от соковыжималки. Кстати, очень удобная вещица. Гораздо удобнее, чем тот стационарный стакан, который идет в комплекте с блендером. Я перекладываю сюда вместе с жидкостью печень овощи и специи, которые у нас там были добавлены. Но вначале переложите печень, стараясь жидкость оставлять в сковородке. Лучше потом добавьте жидкость при взбивании, если вдруг поймете, что паштет получается слишком густым. Чем потом будет тяжело ее оттуда каким-либо образом достать. Так, помните, что у меня здесь было 500 граммов печени, 100 морковки, 100 лука, 100 сельдерея и 170 граммов вина. Часть выпарилась, часть ушла, часть дало сок, все это превратилось. И на весь этот объем я добавляю 180 граммов сливочного масла процентовкой 82,5. Но я ниже вообще стараюсь не покупать, потому что это не масло, а что-то вообще непонятно что. Вот именно за счет масла паштеты приобретают тот самый сливочный вкус. Масло в паштете чуть ли не 50% должно быть. Ну, конечно, если учитывать, что здесь получается 300, 500, 800, плюс ужарка, уварка. Ну, хорошо, даже если 600, то 180, это там почти одна треть всего объема. Вот представьте, примерно одна треть, некоторые кладут масло в сковородку при обжарке. Вы знаете, там происходит что-то, какой-то химический процесс. И масло потом так при остывании не схватывается, как если же мы вот добавляем его перед самим взбиванием. Я сюда добавлю для пикантности чили и перец. Для пикантности много нельзя. Обязательно добавлю сюда немножко сахара. Вот верите, нет, но сахар здесь очень нужен. Буквально вот один кусочек, у меня он просто прессованный. А, нет, у меня же есть, у меня же есть рассыпучка. Вот, у меня есть рассыпуха вот такая, прям пакетик один, этого будет достаточно. Обязательно сюда добавьте чуть-чуть соли, потому что 180 граммов масла моментально съедят всю соль, которая у вас там до этого была. И для, так скажем, для пафосу, вот небольшую горсточку орехов. Давайте две лучше добавим. О, кедровых. Они сливочные такие хорошие. Грецкий не добавляйте, будет немножко печень и так, она как бы на грани там... Печень и так, на грани горчения. Теперь пора взбивать. Что же его ждать-то? Видите, масло дает такую жижку. И сок еще в паштете. Смотрите, видно, да, что красное вино уже дает иной цвет паштету. Не коричневый, как какашулька какая-нибудь. Теперь нужно хорошенечко его разбить. То есть паштет должен быть в состоянии, как, вот не знаю, как сливочное масло, что ли. Он должен быть вообще идеально ровный. И когда он будет вообще без каких-либо комочков и крупиночек, ну, этого достичь практически невозможно. Ну, может быть, можно попробовать протереть его через сито или еще что-нибудь. Но нужно постараться блендером пробить его прям до однородного состояния. Хотя, если бить вот в таком блендере, добавив туда вот на этот объем 1 грамм ксантана, ксантановой камеди, то она превратит его в однородную такую гладенькую массу. Мы так иногда делаем ксантан или ксантановая камедь. Это эмульгатор, который привязывает молекулу жидкости к молекуле твердого вещества. Например, тыква. Она имеет крупинчатую структуру. Так вот, ты ее бьешь, 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 бьешь в пюре. Вот у тебя крутится, крутится, нагревается уже, блин, там уже крутится, от этого нагрева уже варится все. А потом берешь, на тарелку кладешь и видишь, что у тебя масса есть, а от массы отсоединяется вода истекает на тарелку. И вокруг вот таких вот каких-то дешманских, в дешманских ресторанах люди, которые не знают о таких техниках, привязывания воды, молекулы воды, эмульгации, то, соответственно, у них смотришь, течет, там что-то подтекает где-то. Это выглядит очень, как бы, по-детски, дилетантски. Но когда ты туда добавляешь прям граммульку, там, знаешь, на кончике ножа, тык, взбиваешь, и у тебя она становится просто идеально ровной, просто такой вот, я не знаю, и потом... Это да, это химия процессов, это чистый углевод. Чистый углевод, стопроцентный. Вот мы хлеб жрем, у нас углеводы, клетчатка, там какие-то минералы. Это чистый углевод, вообще там нету ничего больше. В общем, задача... Опа! Ксантан! Но я не буду добавлять, это, конечно, наши такие химические штучки, дрючки, поварские. Вот смотрите, какая получилась масса. Во-первых, она великолепно пахнет, во-вторых, она такого, не коричневого уже, а такого серого цвета. Так вот, для того, чтобы паштет выглядел как-то более-менее презентабельно, знаете, что можно сделать с этим совсем? Нужно взять активированный уголь и 4 таблетки размять вот сюда, в паштет. Если вдруг сейчас у кого-то возник какой-то вопрос, типа, а активированный уголь в паштет... Я даже 5 сделаю, 5 таблеток. Да, активированный уголь идет часто, используется на кухне для окрашивания различных ингредиентов. Вот смотрите, видите, как пальцы у меня красятся? Значит, все остальное тоже будет краситься. Главное, его растолочь хорошенько. А, у меня же есть ступка. Не, не будем. В общем, булку черную красить чернилами каракатицы довольно дорогостоящее удовольствие. И поэтому многие, кто сокращает себестоимость булки, красят ее активированным углем. Не переживайте, ничего страшного в этом нету. Он уже пережженный, он уже активированный, уже все хорошо. Мало того, что вы никогда не отравитесь от такого паштета и от такой булки, так вас еще и радует черный цвет. Типа, блин. А он сейчас модный. Как ни крути. Черные перчатки, вот черные пальцы. Теперь что делаем? Берем и начинаем взбивать. Однажды в Сочи я был в гостях в ресторане Променад. С Артемом Куликовым мы сделали такой паштет. Вот именно красили его углем и на красном вине. Так и назвали его цемент. Потому что когда ты на тарелку его намазываешь, он реально такого цвета, как цемент. Он не становится черный, он становится такой серый. Но прикольный. Зато нет ни у кого ощущения, что это коричневое... Ну, в общем, коричневого цвета там нет. В общем, в процессе взбивания, смотрите, во-первых, он становится более однородный. Во-вторых, становится серый. Видите, как сталь. Здесь можете заглянуть внутрь. Видите, он становится серый. Как мы его храним? Я наливаю в баночку, выравниваю верхушку, но оставляю немного бортиков, да, баночку. То есть до краев не наливаю. Потом растапливаю масло сливочное, только лишь, чтобы оно растопилось. И заливаю сливочным маслом паштет. Вот в таком состоянии паштет в холодильнике, вот этот паштет с активированным углем, может стоять 7 дней вообще без всяких вопросов. Посмотрите, какой получился серый цементный паштет. Я не буду придумывать ничего нового, я так и скажу. Это цемент. Паштет в виде цемента. Вот таким образом мы что-то меняем и преобразуем мир еды. Вот вы, например, знали, что существует клей для мяса. Можно взять несколько кусков, склеить, замотать, превратить его в рулон, слегка охладить, и через несколько часов режешь, у тебя как один-единый кусок. Вот так вот. Гастрономия шагает вперед. Это может быть великоватая емкость для паштета, но паштета мало не бывает, поэтому накладываю его с горкой. Он очень хороший, кстати, когда теплый. Почему? Некоторые говорят, надо обязательно его охлаждать. Да, холодный на утро тоже неплохо. Добавляйте к паштету, подавайте на блюдо что угодно. Самое главное, чтобы это выглядело красиво и очень вкусно пахло. Я проводил недавно опрос, спрашивал, зачем вам нужно, чтобы я пробовал. Ну вот сам процесс пробования. 25% сказали, что нам неинтересно, нам все равно. Поэтому вы можете завершать смотрение ролика, а все остальные... Вот так вот хлебушек. Прям забираем отсюда паштет. Это бомба, друзья. Это просто шикарно. Пока!